Друзья, очень часто вопрос от вас поступает, есть ли какие-то мембраны звукоизоляционные под ламинат, когда уже нет возможности сделать нормальную звукоизоляцию под стяжку. Вот сейчас мы видим, посмотрите сколько разных решений есть звукоизоляции под стяжку, и битумные, и термозвукоизол, и тексаунд мембраны, и вэм, и минваты, на любой карман, как говорится. Но очень часто уже стяжка готова, вы либо забыли это сделать, либо она уже есть от застройщика. И что вы могли бы по карману себе приобрести под ламинат? Вот это виброфлор, посмотрите, такая вот волокнистая подложка, 3 мм она толщиной, она в отличие от вспененного полиэтилена, например, она со временем не сжимается. Да, вспененный полиэтилен, у него проблема, что если вы ламинат там через несколько лет снимете, вы поймете, что подложка просто сжалась до миллиметра, потеряла упругость и потеряла звукоизоляционные свойства. Вот виброфлор сжиматься не будет, стоимость его где-то 270 рублей за квадратный метр, по сути вполне подъемная цена. И если вы такую подложку используете под ламинат, то шум шагов, цоканье животных вы будете слышать в квартире гораздо меньше. А значит и этот звук гораздо меньше будет переходить к вашему соседу, сосед гораздо меньше будет злиться. В целом эта мембрана положительно сработает точно, свои деньги она точно отработает. Но в идеале задумайтесь о звукоизоляции заранее и делайте звукоизоляцию под стяжку. То есть у вас идет какая-то звукоизоляция и система под стяжкой, заходом на стены, потом сама стяжка, далее вы можете использовать виброфлор и потом уже напольное покрытие. Тогда вы сможете позволить себе пошуметь немножко побольше, попрыгать немножко побольше, сосед не побежит. И вот эта беготня детей, цоканье животных не будет у вас по квартире распространяться.